Всем привет! Я сегодня забрала свой оверлок и хочу вместе с вами его распаковать, показать что там внутри, а также расскажу свое первое впечатление. Я купила оверлок Janom 210D, покупала я его в Украине и магазин, в котором я покупала, передал мне его сюда, в Польшу, перевозчикам, за что им большое спасибо. Ссылку на магазин я тоже оставлю внизу под видео. И давайте откроем, посмотрим, что там внутри. И что здесь лежит? Сразу сверху лежит инструкция, чек, инструкция, как видите, на русском языке. Дальше Вот такие в подарок еще в магазин ложит ножницы Вот они, ножницы Педаль И сейчас достанем самый оверлок. И также в комплекте еще идут отвертки, пинцет Вот он, вот такой пинцет И иглы, вот они Пять штук Иглы И две вот такие отвертки. Одна маленькая, другая побольше И вот он сам оверлок такой красивый, здесь вот с рисунком Я разберусь с ним, почитаю инструкцию и тогда расскажу более подробно Я уже разобралась с оверлоком, прочитала инструкцию сначала, ознакомилась с ней и в принципе здесь все понятно написано, разборчиво Также я уже заправила нити, пробовала шить И расскажу немного о том, как я заправляла нить, как я настраивала свой оверлок Немного расскажу о тех настройках, которыми я уже пользовалась И значит, что у меня здесь есть на оверлоке У меня здесь вот она подставка для нитей, стойка нити направителя И вот они стоят здесь, мои нити И на оверлоке, значит, здесь вверху это регуляторы верхнего нити направителя И вот здесь внизу это регуляторы нижнего нити направителя Также здесь крышка Крышку нужно немного в сторону оттянуть и вот так вот открыть Здесь есть подробная инструкция, как нужно заправлять нить Если вот четко следовать тому, что здесь написано То можно без труда в принципе заправить нити в оверлок Также здесь сбоку открывается вот так вот крышка Сюда вот можно положить пинцет для удобства Сбоку, значит, сбоку здесь тоже есть два регулятора Вот этот регулятор это длина стежка И вот этот регулятор это дифференциальная подача Значит, что это значит? Когда вы начинаете шить, ткань может либо растягиваться, либо собираться Вот в моем случае я начала шить на трикотаже И вот видно, что здесь трикотаж растянулся Поэтому вот этим регулятором вы можете Он либо вот так вот растягивается, либо собирается Я еще покажу потом на хлопке, как он у меня собирался Вот этим регулятором вы можете вот этим отрегулировать Сделать так, чтобы ткань не растягивалась и не собиралась В общем, чтобы строчка была ровная и красивая И ткань тоже была Вот здесь сейчас покажу уже, где ткань, вот она не растянутая Вот здесь вот уже не растянутая Также здесь сбоку есть вот оно маховое колесо Разъем для включения оверлука в сеть И сам выключатель И расскажу еще о том, как я заправляла нити О том, как настраивала натяжение нити В общем, о основных таких вот настройках, которыми я уже пользовалась Значит, здесь, как я уже сказала, есть регулятор натяжения нити Вверху это верхнего петлителя, внизу это нижнего петлителя Я сначала хотела заправить нити Просто привязать их вот сюда вот узелочками Привязываете и аккуратно протягиваете Но у меня порвалась одна нить И мне пришлось заново все заправлять Для меня, наверное, так даже лучше Потому что один раз уже, если заправить Что, в принципе, уже второй раз будет все понятно И без труда можно будет заправить оверлук Поэтому я заново все заправляла Сюда вот на стойку Я поставила катушки с нитями И начала вот смотреть вот эту вот инструкцию Которая здесь вот она есть Также смотрела инструкцию с книжечки Что куда вот поочередно я должна какую нить Куда ввести И я начинала с вот этого крайнего нижнего петлителя И затем поочередно сначала два нижних Потом два верхних И здесь сначала вводите сюда Затем сюда в диск натяжения нити И вот здесь вот внизу уже смотрим Вот на зеленом указано Это вот нижний петлитель Куда необходимо дальше вводить нитку Если где-то вот какая-то нить у вас Вы заправили неправильно Нити где-то перекрутились В общем, то возможно, что тогда оверлук Либо порвет нить, либо будет путать Поэтому нужно заправлять вот правильно Смотреть внимательно, что, как, куда заправляется И вот соблюдать всю вот эту поочередность Вставлять во все вот эти нити-направители Также для того, чтобы заправить вот нижние нити-направители Необходимо снять вот эту, не только эту крышку А также вот здесь сбоку крышку мы снимаем Потому что здесь нужно будет внизу Вот заправлять полностью эту нить И чтобы было все видно Так как здесь с этой стороны тоже есть Отверстие, куда необходимо вставлять эту ниточку Нижнего нити-направителя Сложнее всего заправить вот этот нижний нити-направитель Вот он, который идет здесь зелененький Поэтому, если вы его заправите То все остальные уже намного легче заправлять Особенно вот эти вот, которые вверху здесь Верхние нити Которые вот они вставлены здесь в иголочку Здесь в основном они все заправляются поверху Сюда вот, сначала вот отсюда С нити с катушечного вот этого держателя Сюда вот эти нити-направители Затем сюда в регуляторы натяжения нити И вот здесь вот поверху они уже идут Вот туда вниз в иголочке вставляются Поэтому, если заправить и нижний правильно То в принципе верхние здесь заправляются очень легко Дальше закрываем все вот эти вот крышки И можно уже начинать пробовать шить Здесь включаю И вот так вот сюда можно лапку не поднимать А просто сюда подкладываете ткань И начинаем потихоньку И вот здесь видно, что чуть-чуть растянулся все-таки трикотаж Потому что я настраивала оверлок для того, чтобы шить хлопковую ткань И сейчас вот я попробую прошить на хлопке И сейчас попробуем еще на хлопковой ткани У меня здесь есть вот он кусочек И вот видно, что ткань немножко тут тоже вот собралась Поэтому нужно хорошо настроить оверлок, чтобы не было такого Чтобы она не собиралась Либо наоборот не растягивалась Чтобы было все ровно и красиво Поэтому нужно отрегулировать до конца брелок Здесь также натяжение нити нужно регулировать В инструкции написано, что для начала можно поставить Например, все регуляторы на цифру 3 И посмотреть, какой будет стежок Я сейчас поставлю все на троечку И попробую проложить строчку И вот видно, что здесь все равно ткань собралась И еще нужно регулировать все равно натяжение нити Потому что не очень здесь красиво получается Нужно сделать так, чтобы отрегулировать Чтобы была ровная строчка И ткань тоже не собиралась Поэтому нужно регулировать натяжение нити Пробовать ставить в разные положения Смотреть, в принципе, какая нить Какую нить нужно настроить Значит, натяжение нити в инструкции Есть подробно описано, какая нить И какой регулятор нужно настраивать В общем, какой регулятор отвечает за какую нить Чтобы знать, что крутить и в какую сторону Поэтому инструкция всегда в помощь И нужно подглядывать в нее в любом случае Особенно, когда только, например, я начинаю шить Поэтому сразу всего не запомнишь Я всегда открываю инструкцию и что-то смотрю И вот здесь хочу показать Я шила и у меня была такая красивая строчка Тоже я отрегулировала оверлок И вот так вот ровно красиво Ткань тоже не морщилась Поэтому нужно в любом случае Всегда регулировать натяжение нити Если вы меняете ткань, меняете нити То нужно регулировать и смотреть Чтобы было красиво все Также у меня здесь нету контейнера Вот для обрезка ткани Все обрезки у меня вот они Сюда вот падают на стол Но мне это не мешает Я их просто со стола собираю и выбрасываю И вот такой у меня получился небольшой обзор на оверлок Я думаю, что в дальнейшем сделаю более полный обзор Если хотите такой обзор, ставьте палец вверх Также подписывайтесь на канал Будут какие-то вопросы, пишите в комментариях И на этом все Я с вами прощаюсь Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok